Продолжение следует... Продолжение следует... Есть такая вот ссылочка здесь, сейчас, минуточку. Вот, можете отсканировать QR-код, можете ввести адрес и, соответственно, код. Подключайтесь к презентации. Давайте я скопирую и еще размещу в чате. Так, вот, unslio. И, соответственно, код вводите. Так, я запускаю презентацию. Подключайтесь. Можно с телефона, можно с компьютера. Так, раз-раз-раз. Раз-два, раз-два. Вроде у меня тест звука нормально идет. Если меня хорошо слышно и видно, поставьте огонечек, нажмите. Да, спасибо, спасибо. Так, коллеги, жду подключения. Так, вот, вижу, подключились семь участников. Ну, и такие вопросы. Знакомы ли вы с такими понятиями, как искусственный интеллект и нейросеть? Да. Так, смотрю, уже 21 участник. И осталось 8 секунд для голосования. 4, 3, 2, 1. Показать ответ. И Так, сейчас. И завис от компьютера. Так, ну ладно, давайте проголосуем. Потом я просто выведу какие ответы. Знаете ли вы, что такое чат GPT? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раз, два, раз, два, раз, два, все работает. Я на месте. Ну, странно. Так, хорошо. Сейчас запущу еще раз демонстрацию экрана. Поделиться. Пользуйтесь ли вы чатом, бутом чат GPT? И ответы. И ответы. Мне плохо слышно, да? Раз, 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 раз. Демонстрацию экрана не видно. Он, видимо, не тянет демонстрацию экрана. Видно презентацию нормально, когда вы с презентацией все хорошо, когда демонстрация экрана, он только ваше изображение показывает, чуть не выводит. Все понятно. Ну, странно. Хорошо, ладно, тогда просто презентацию не получился интерактив. Хорошо, ладно. Хорошо. Ну, как видно из запроса, значит, вы знакомы с искусственным интеллектом, слышали про нейросети. Чат GPT кто-то слышал, кто-то пользуется. Вот как раз об этом сегодня поговорим. Итак, что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это область компьютерных наук, которая занимается разработкой алгоритмов, методов, позволяющих компьютерным системам выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Какие же у нас есть технологии искусственного интеллекта, рассмотрим, и вообще история, краткая история развития искусственного интеллекта. Ну, начнем с того, что 1950-е годы, 20-го века, Алан Тьюринг, так, что там, смс-те. А, все. Спасибо. Это не искусственный интеллект, это что-то со связью все проблемы с вами. Итак, Алан Тьюринг написал труд «Вычистительные машины и разум», и были первые попытки перевода английских слов на, значит, русский язык. Причем русский – это считается одним из самых сложных языков. Дальше. В 1965 году была разработана экспертная система «Дендрал», которая, в общем-то, начала обрабатывать масс-спектрометрические спектры, то есть распознавать вещества, значит, химические и так далее, которые были получены с помощью специальных сложных приборов, и вот это вещество определяло, выдавало, что вот это, например, какой-то спирт, там, да, Ц2H5OH, там, или какое-то органическое соединение и так далее, на основе заложенных алгоритмов. В 1966 году следует отметить нашего ученого Григория Николаевича Бабакина, который изобрел робот-луноход, который мог двигаться по определенному заложенному алгоритму, программе, и это использовали в лунной программе. В 1970 году сделали первый алгоритм общения с человеком на основе искусственного интеллекта, но, опять-таки, эта вся вот линейка левая, которая вот левый столбец, это все как раз именно связано именно с символическим искусственным интеллектом, когда брались массивы каких-то данных, учили, как сравнивать символы и, соответственно, на основании этого принимать какие-то решения. Дальше, с 80-х годов идут уже другие подходы к искусственному интеллекту. Прежде всего, вот, следует отметить труды Джона Роберта Андерсона, который на основе когнитивных моделей разрабатывал, был участником разработки интеллектуальных систем, которые в том числе применялись и в обучении. И по сей день на основе значит вот этих когнитивных моделей многие системы дистанционного обучения сейчас работают. Дальше, 2009 год появляется первая алгоритма искусственного интеллекта на основе саморегуляции. то есть алгоритм сам искусственный интеллект получает обратную связь от обучающего или от результата того запроса, на который он ответил, и подстраивает свои скажем так, дальнейшие действия, алгоритмы, схемы, исходя из результата. дальше, что следует ответить, это управление чувствами. Компания Arrow в 2014 году разработала я вроде на месте, разработала значит систему, которая могла значит сканировать человека, то есть его значит определять взгляды, чувства и так далее, и соответственно реагировать на это карты. Особенно это касалось именно системы обучения, и прежде всего появились такие программы, которые могли определять, понимает человек, насколько понятен ему материал. И дальше это продолжение нашло уже в языковых репетиторах от компании Johnson. В 2019 год появились первые языковые репетиторы, которые выстраивали индивидуальную образовательную траекторию и учащегося, который взаимодействовал с данной программой по изучению различных языков. И как бы эти языковые репетиторы соответственно подбирали варианты заданий, варианты уроков на произношение, на грамматику и выстраивали образовательную траекторию. Вот то, что касается искусственной интеллекты, вот как раз именно в образовании он стал активно применяться с 1980-х годов. Идем дальше. Какие технологии искусственного интеллекта используются? Это экспертные системы, нейросети, эволюционный оптимизационный алгоритм, обработка естественного языка, распознавание образов, обучение с подкреплением. То есть обучение с подкреплением один из таких перспективных алгоритмов, когда искусственный интеллект получает обратную связь и корректирует свою траекторию по принятию решений. Но особо популярной и известной сейчас это как раз нейросети. Что такое нейросеть? В общем-то нейросети это алгоритмы машинного обучения, которые имитируют работу человеческого мозга. Они состоят из множества узлов, нейронов, которые обрабатывают информацию, передают ее друг другу. Но нейроны здесь являются такими вычислительными центрами. Области применения это компьютерное зрение, распознавание речи, обработка естественного языка. И как раз на основе нейронных сетей сейчас строятся всевозможные текстовые чат-боты, сети, которые генерируют какие-то изображения, могут делать какой-то видеоролик, озвучивать его нужным голосом и так далее. То есть сейчас уже фактически из тех фонограмм, которые поступают от звуковых от человека, нейросеть спокойно может составить и таким же голосом проговорить от меня, озвучить какой-то ролик и так далее. То есть это вполне используется и вполне достижимо. Главное, чтобы это использовалось во благо. Как работают нейросети? Вкратце, ну, во-первых, любую нейросеть нужно обучить. Обычно обучение делится на несколько этапов. Первое это собрать данные, разделить данные, соответственно, начать обучение, провести учебный процесс и повторить. По сути, у нас есть какие-то входные данные и либо нейросеть с учителем проходит, либо нейросеть с подкреплением проходит обучение. То есть, получая входные данные, мы показываем, что вы идете по этому пути и по этому пути. в зависимости от полученных входных данных строится соответствующий граф. На этой схеме получаются некие слои нейронов. Можно так сказать, что это слой нейронов, в каждом кружочке определенный слой. В зависимости от входных параметров нейросеть знает, какой соответствующий слой выбрать и выдать соответствующий результат. Вот так очень просто, на самом деле это не очень просто, это все очень сложно, я пытаюсь на пальцах объяснить, как работает нейросеть. То есть есть входные параметры, прежде чем она выдаст результат, нужно ее научить, что в зависимости от таких параметров вот такой-то нужно путь использовать и выдать такой-то результат. И соответственно нейросети получают огромные потоки данных, обрабатывают эти данные, определяют, разбивают их, определяют по какому пути идти и выдают соответствующий результат. Дальше. Чем отличается разум нейронных сетей от разума человека? Вот если рассмотреть процессы, процесс обучения, адаптивности, эмоциональный интеллект, общение, самосознание и самообучение. Вот здесь у нас есть человек, здесь у нас искусственный интеллект. Человек, для человека важна обратная связь, то есть когда он обучается, он должен получать обратную связь от преподавателя, от учителя, от еще чего-то. то есть посредством получения обратной связи знание его закрепляется. Искусственный интеллект работает на основе больших данных. То есть вот есть какой-то массив данных большой, вот банк данных, вот этот банк данных он, значит, и этот алгоритм использует. Дальше. Человек в плане адаптивности способен к гибкой адаптации. то есть наше сознание может подстраиваться под соответствующие какие-то условия образовательного процесса. Искусственный интеллект, он, в общем-то, нет, он ограничен только набором данных. То есть вот, например, Чарджи Петти говорят, что он там до ноября, до конца 2021 года, вот он данные, значит, в него залиты, он обучен на этих данных, и вот эти данные используют. То есть если, соответственно, не одна ряд соответствующий Чарджи Петти, то есть, например, в 2023-2022 году, то эти данные просто остаются за бортом, то есть не используются. Дальше. Эмоциональный интеллект. У человека есть искусственный интеллект, а нет. Общение. У нас есть эмоция, искусственный интеллект просто генерирует сообщение без эмоций. Для него данные это всего лишь данные. Все. Мы делаем запрос, он выдает соответствующий запрос. Самосознание. У нас есть, у искусственного интеллекта это четкая архитектура, как он должен действовать, по каким схемам, по каким путям работать. И самообучение. Мы можем обучиться? Искусственный интеллект не может обучаться. Он ограничен набором данных. Ну, мечта, скажем так, человечества, наверное, создать искусственный интеллект, который будет сам обучаться. Без участия человека. Вот тогда вообще вопрос, зачем нужен человек, да? И, наверное, все смотрели фильм «Известный терминатор», к чему это все приводит. Пока искусственный интеллект ограничен каким-то набором данных. И данный Илон Маск на одной из конференций говорил, ребята, давайте мы с вами тормознемся, давайте мы придержим, потому что уже искусственный интеллект показывает хорошие, колоссальные возможности и опережает человека в быстроте обработки данных и информации. Здесь ему нет травмы, потому что созданы огромные вычислительные центры, машины, которые делают это очень быстро. Идем дальше. Приведу краткий обзор нейросети, работа с текстом. И начну с известного чата GPT, который вы слышали или который вы используете. На что способен чат GPT? Это создание разного контента. На сегодня это самый продвинутый день искусственной интеллекты. Чат-бот на основе нейросети. Чат-GPT. Дальше. Создание различного типа контента. Можно заниматься в том числе учебного контента. То есть можно использовать чат-бот для презентации. Выдать какие-то интересные идеи. Можно использовать. Можно создавать планы уроков. Можно писать конспекты. Студенты сейчас активно начали использовать чат-GPT для написания курсовых и дипломных работ. Причем обходить систему антиплагиата. Это так называемая академическая непорядочность возникает. Феномен чуть позже скажу. Дальше. Разрабатывать стратегии различные, структуировать и анализировать данные, поиск различных решений и исправлять ошибки. Чат-GPT может исправить ошибки в тексте или переводить и исправить ошибки в переводе. Подключиться вот есть соответствующая ссылка. Но замечу, что для России она не работает напрямую, то есть надо подключаться только через VPN. То есть ряд стран это Россия, по-моему, Китай, Казахстан, пардон, не Казахстан, Россия, Беларусь, Иран, Афганистан. Несколько стран закрыт доступ с санкциями, но через VPN можно работать. И чуть позже я покажу русифицированный чат GPT, который подключен в Телеграме, который вы можете отслеживать. Так, Алина пишет, а теперь уже спокойно отслеживать тексты искусственной интеллекции. Ну вот, мы последний раз проверяли, есть программы, которые, к сожалению, не замечают пока еще это дело. есть такие моменты. Дальше, Nation AI. Следующий вариант. Нейросети пишет посты, статьи на основе одного лишь заголовка. То есть, заголовок пишет, и он им генерирует идеи, соответственно, в основном это те, кто занимает, занимается блогерством, поддерживает соцсети, маркетологи и так далее, поддерживает какие-то телеграм-каналы, то есть, можно создавать посты, соответственно, программирует чат-бот, и бот будет вам писать, выкидывать, выкидывать, соответственно, тексты в телеграм-канал, например. Вот это тоже полезная вещь. Тоже Гервин сервис от русских разработчиков, здесь также пишет посты и тексты для социальных сетей. Так, коллеги, если получится появиться в конце, попробуй в чат просто кинуть, может быть, получится сгрузить, и вы скачаете из чата. Дальше. Блогер AI, да, позволяет создавать полноценные статьи с правильной структурой, с мыслами и записанием. Ну, соответственно, облегчает десятки раз работа под написанием формины статей. Ну, понятно, что надо проверять на смысл и править. Консенсус. Вот это уже для научных работ. Работает на английском языке и очень удобно использовать для поиска информации для обучения, ссылаясь на какие-то факты. Можно задать вопрос, а в данном случае нейросеть выдает в юриске из научных статей и дает ссылку на источник. Вот чат GPT грешит тем, что он не выдает ссылки на источники, а вот консенсус, нужно это сделать. Работа с видео. Какие нейросети есть? Ну, боюсь, неправильно произношу, произнесу. Video IE это, короче, нейросеть, которая что делает? Огромный ваш ролик автоматически нарезает на какие-то фрагменты. То есть, вы загружаете записанный ролик и, соответственно, вы можете сделать нарезку для TikTok и так далее. Nvidia. Вот эта нейросеть старается смотреть за человеком, чтобы он все время смотрел в камеру. если человек, например, отвлекся куда-то в сторону, данная нейросеть разворачивает изображение и показывает человека, как бы, смотрящего в камень. То есть, как бы, подменяет это изображение и показывает. Это очень интересная кстати вещь. Можете тоже прочитать про нее и попробовать. Neo Sapiens. Виртуальный персонаж озвучивает ваш текст или видео. Обычно применяется в маркетинге, когда в телеграм-канале приходит какой-нибудь персонаж и проговаривает вам какую-нибудь рекламную акцию. My Heritage. Оживать любые фотографии. Ну, наверное, видели, когда фотографии, там, какого-нибудь царя, царицы, значит, можно сделать ее живой. Descript. Удаляет слова из видео или заменяет их необходимым голосом. Дальше. Swapface. Сервис создания дипфейков. То есть, например, за место президента Байдена, за место своего лица вы можете поставить лицо президента Байдена и проговорить какой-нибудь текст. Так называемый дипфейк. Дальше. Обзор нейросетей, которые работают со звуком. Play. Текст переводят в аудио выбранным голосом. Естественная речь. И, соответственно, доступно 132 языка и 832 голоса. Тоже можете посмотреть. Довольно интересно. Ну, еще одно из таких нейросетей, La 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 называется, которое удаляет шумы из аудио. То есть, если, например, у вас очень плохо записан какой-то звук, соответственно, с помощью данной нейросети, соответственно, вы можете удалять ненужные звуки из фонограма. Так, хорошо, дальше, следующий. Обзор нейросетей, работа с фото, с изображениями. Ну, известный, значит, известный нейросет Мир Джоне. Кстати, кто пользуется Мир Джоне, поставьте плюсик в чате, кто знает про эту сеть, которая рисует изображение. Вы можете получить какую-то интересную картинку там для урока, для занятий и так далее. Но, кстати, Мир Джоне стал платный и есть еще определенные накладывания санкции, поэтому где-то если прямая, прямой перевод порядка 800-900 рублей, то с учетом всяких других переводов это порядка около 2000 выходит в месяц. Но я сегодня расскажу о сетях, которые бесплатные, которые можно использовать, в том числе и российские разработки. Но он с марта месяца уже Мир Джоне перестал быть платным. Но, тем не менее, значит, очень широко применяется. Red Row создает картинки для постов в социальных сетях. И здесь как раз именно почему генерировать нужно именно контент с изображением, потому что бывает трудно подобрать картинку, они бывают платные, эти картинки с лицензиями. Соответственно, здесь как раз нейросети генерят изображение, которое можно использовать без, скажем так, опаски, нарушить какие-то авторские права. Дальше. Работает с изображениями. D-I-D из фото с человеком сделать видео с говорящим человеком. То есть вы можете заранее загрузить текст, фотографию, и, соответственно, вот эта нейросеть озвучит этот текст как бы, ну, как живой получается. флэр удаляет фон из изображений и подставляет другие элементы. То есть можно, например, то, что у меня за спиной сейчас есть, убрать стенку и кресло и поставить пальму, например. Дальше. Ремофф тоже удаляет фон с любого изображения. Big GPG увеличивает изображение, то есть, например, из изображения маленькой кошечки, там можно сделать большие плакаты. Фото сменит одежду на фото, то есть меняет одежду человека на фото. Это вот этот вот подседневый пункт нейросеть. И ASTONE удаляет фон с картинки. Идем дальше. На что еще способны нейросети? Ну, первое это лука. Создание логотипа с помощью искусственного интеллекта, логотипа вашего образовательного учреждения, логотип какой-то компании и так далее. Сам недавно пользовался, делал логотип для сайта. Namelix придумывает название для бренда. Дальше. Так, следующее это User создает макет сайта по наброску руки, то есть, вы можете схему сайта нарисовать, и он вам макет сайта сделает. То есть, надо там рисовать фильмы, он, значит, или там еще в каких-то сервисах, он спокойно может прорисовать вам схему сайта. Кто занимается, например, блогами или делает какие-то персональные сайты. Ну, в том числе, даже в члене информатики, например, интересно. Дальше. GPT for Slides создает презентацию в Google Slides. То есть, можно, скажем так, сделать запрос на презентацию, и он, значит, вам накидает слайды. Том, тоже создание презентации по запросу. Ну, кстати, чат GPT делает тоже создание презентации, то есть, план презентации. Соответственно, каждый вопрос потом можете презентацию вытаскивать, отдельно он раскрывает, но делает это все в текстовом формате. Дальше. Ну, к сожалению, я заготовки сделал, но попробую, вылетит, не вылетит связь сегодня. Я хотел вам показать, ну, не знаю, получится ли. DIPL переводит качественные тексты с разных языков, то есть, это, в общем-то, для учки английского языка. Alib поиск сервисов с искусственным интеллектом. То есть, вот, с помощью этого сервиса вы можете еще искать, где еще могут быть нейросети с доступом каких-то определенных скажем так, ну, практических, практикориентированных жизненных задач. Идем дальше. Возможности применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. как сейчас используется искусственным интеллектом? В основном внедряется в систему дистанционного обучения и, в общем-то, применяется для автоматизации процессов оценки и анализа знаний. Дальше. Выстраивается персонализированное обучение и адаптация к потребностям учеников. Также применяется в создании виртуальных классных комнат и кампусов с обратной связью в режиме реального времени. применяется и используются игровые механики для повышения мотивации и усвоения учебного материала в рамках каких-то онлайн-курсов, соответственно, которые реализуются с минимальной контактной работой. Ну и, соответственно, искусственный интеллект применяется для разработки всевозможных умных помощников для учителей, которые, скажем так, помогают нашим обучающимся осваивать тот или иной материал. Очень много, соответствующих программ сделано по математике, например, в области математики тем же самым профессором Джонсоном в области языковой подготовки по различным языкам, так называемые тьютеры английского языка. Такие программы есть. Опять-таки, они в большинстве платные, то есть в коммерческой реализации. Дальше. пример успешного применения искусственного интеллекта в образовании это роботизированные учителя и менторы. Ну, кстати, нет проблем сейчас у нас, студенты делают различные курсовые работы, например, для системы обучения Moodle создает чат-бота, который озвучивает, отвечает на вопросы и так далее. То есть обучает этого чат-бота и, значит, он основные проблемы у слушателей снимает. Они могут быть разные. Технические проблемы образовательного характера. Дальше. Онлайн-курсы и платформы с использованием искусственного интеллекта, образовательные игры и сервисы, ну и, соответственно, умные помощники для учтей и воспитателей. Такие вот примеры. Что я нашел, вот, соответственно, и информацию, которую я подчеркнул, обучаясь на различных зарубежных курсах по искусственному интеллекту. Одна из таких платформ называется Dreambox. Dreambox, можете посмотреть, здесь просто у меня браузер привел на русский язык, платформа зарубежная, здесь как раз именно это адаптивная обучающая система на основе нейронных сетей. То есть данная система позволяет, соответственно, подобрать персонализированную обозывательную траекторию для учащихся. Следующее это Newton. Newton ну, к Newton, если так прямой перевод читать, Newton, это система, которая позволяет выстраивать индивидуальные планы обучения, и в зависимости от успеваемости, посещаемости и работе с контентом, и успеваемости по выполнению задач, система предлагает индивидуальный план обучения. Система обладает анализом взаимодействия обучающихся с образовательным контентом. Следующее это Smart Sparrow. Опять-таки система занимается разработкой адаптированных курсов, такая настраиваемая платформа, и здесь система позволяет разрабатывать уникальный контент, собирать этот уникальный контент для учащихся. Тоже можете посмотреть и поизучать эти моменты. Ну и, конечно, всем известный Canvas, который мы еще на курсах ИКТ, соответственно, преподавали, рассказывали. Здесь внедрена автоматическая проверка заданий в онлайн-курсах. То, что те системы, которые дистанционные обучения, которые сейчас используются для использования искусственного интеллекта. Дальше. Ну, дальше я расскажу про чат по GPT. Значит, нейросеть, которая создана компанией OpenII, в 2015 году началось ее создание. И, соответственно, здесь Илон Маск и Сэмюэл Олтман. Значит, Сэмюэл Олтман как раз, ну, Илон Маск знаете, Сэмюэл Олтман является руководителем этой компании OpenII, и они вложили 1 миллиард долларов для того, чтобы, соответственно, сделать вот этот самый чат-бот. Дальше. Данная сеть основана на передовых технологиях в области обработки естественного языка, технологии NLP, архитектуры нейросети GENERATIVE трансформеров, то есть использует так называемые трансформеры, технологии трансформеров. Данная технология позволяет понимать контекст запроса очень хорошо и генерирует качественные информационные ответы на разных языках. Чем больше взаимодействует, тем эта сеть умнее становится. Вот если посмотреть хронологию, то видите, как изменялось, то есть от 5 гигабайт данных до свыше 600 гигабайт данных, на которых данная сеть обучается. В принципе, сейчас что может ChatGPT? Собирайтесь систематизировать данные из различных источников, многомерных массивов и текстовых файлов. Можно заниматься очисткой данных, то есть исправлять ошибки, выявлять исправлять ошибки, например, редактировать, форматировать, преобразовывать. Может выявлять тренды закономерности взаимосвязи внутри данных, создавать и проверять гипотезы. Но опять-таки сеть обучена на основе данных, которые завершат это ноябрь 2021 года. Дальше. Прогнозирование. Может заниматься прогнозированием с использованием социалистических моделей и алгоритмов машинного обучения. Может резюмировать анализ данных, то есть вы можете загружать какие-то тексты и, соответственно, ChatBot может вам вытаскивать из этих, скажем так, данных какие-то определенные выводы и предложения. И может писать несложные коды. Я сам занимаюсь криптовой по EG, то есть подготовки к EG по языкам программирования. И, в принципе, вполне реально рабочие коды. Сеть пишет задачу копирования, пиши код на Python из варианта EG, раз, и, соответственно, он на Python переводит, я копирую, в следу программирования тестирую, работает. Дальше. Но единственное, что минусы. Есть так называемые у многих нейросетей это поисковая неточность, потому что технология, которая используется knowledge graph, она, значит, в нейросетях еще не, скажем так, не внедрена и не активно используется. Поэтому, конечно, говоря о том, что ChatGPT нашел все, это не так. Все-таки как бы альтернативный интернет-поиск в браузерах, он еще остается актуальным. Да, понятно, что ChatGPT экономит в плане того, что, значит, дает нам очень много информации, значит, что-то мы не можем найти, не отвечая, то, соответственно, идем в поисковики. Так, но об этом я сказал, совершает ошибки в точных науках, то есть в вычислениях, да, пока не все этому чат-боту посильно. Может ошибаться и делать неправильные выводы, поэтому здесь надо доверять полностью, верификация полученных данных обязательно в этом случае даже поставим восклицательный знак. Не приводят источники данных, ну, обход системы антиплагиата и, соответственно, формирует феномен академической непорядочности, когда статьи там или какие-то студенческие работы пишутся с помощью чата GPT. То есть чат GPT очень хорошо льет воду при написании курсовых работ, выпускных, квалификационных работ и так далее. И, в принципе, довольно складно это все делает. Дальше. Для педагога. Технически расскажу. Да, не торопитесь, Елена. Итак, чат GPT и возможности. Понятно, что мы никуда не уйдем, это новая реальность. Наши обучающиеся будут проверять, будут применять эти нейросети. Наверное, запретить пользоваться, я думаю, что мы не сможем каким-то образом, да, но при этом надо адаптироваться. То есть нам, педагогам, нужно адаптироваться к этим возможностям и использовать их по благам. Ну, какие возможности? Быстрый поиск информации, широкий спектр охвата источников, идея, цель и задачи урока программы. Ну, например, я делаю запросы, формулирую специальные, так называемые, промты, для того, чтобы начать нейросетельные выдать какие-то интересные идеи, которые я могу использовать, в том числе в этой презентации. Дальше. Оценка целей обратной связи. Дальше. Применение для исследования новых методик, педагогических подходов и тенденций образования. И, соответственно, генерация учебного контента и идеи для презентации. Вот так можно использовать чат-депетель. Как правильно создавать вопросы? Это целая наука, значит, и поэтому есть такое понятие, как промт. Ну, кстати, значит, мы сейчас разрабатываем курс по применению цифровых сервисов и искусственного интеллекта. Вы работаете педагогом, там будет группа цифрового педагога, следите, где-то в августе мы думаем выпустить в релиз этот курс для педагогов, как вот эти все возможности можно использовать. Пока он в стадии у нас разработки находится. И вот, значит, как правильно создавать вопрос? Это называется составить промт, да? Промты. Что это такое? Ну, применяется так называемая технология промт инжиниринг, которая, промт инжиниринг, которая позволяет включать контекстные, контекстные, контекстную информацию в запрос, то есть уточняющие. Ну, например, я вот ищу такую информацию, да? Как применить игровые методы обучения на уроки? Ну, соответственно, мы такой огромный обширный запрос даем чат-боту, и там он нам все-все-все насобирает очень много. Это неправильно. То есть надо составить промт. Промт – это конкретизация. Я, например, пишу, я работаю учитель информатики в школе и хотел бы внедрить игровые методы обучения на процесс. Какие игры, задания можно использовать для развития навыков программирования у школьников? Знак вопроса. И он точно постарается именно ответить на этот вопрос. То есть мы помощью промта конкретизируем запрос и, соответственно, улучшаем поиск, поисковую выдачу от чата GPT и, соответственно, да и только от чата GPT, от других тоже нейросетей и, соответственно, как бы быстро и нужную информацию получаем. Идем дальше. Как в учебном процессе применять? Кстати, есть ссылка в конце на статью. Это очень интересно. Вот оттуда я, значит, взял. вот здесь представлены формы приема обучения. Например, если мы проводим на занятии мозговой штурм, то нейросеть мы можем использовать для генерации и систематизации множества идей. Если мы применяем, например, какую-нибудь форму в виде дерева решения, там, умной карте рисуют, то, например, можем это дерево решения тестировать с помощью чата GPT и генерировать преимущественные недостатки той или иной ветки решения проблем. Почитайте статью, очень довольна, интересно. Я, к сожалению, на вебинаре не смогу вот это все охватить. Соответственно, это будет в наших курсах, соответственно, учебных. Но идея, тем не менее, можно использовать очень хорошая приводится и можно использовать это все на занятиях. Дальше. Подытоживая, как можно использовать, вот как мы это применяем, ну, например, формировать у студентов критическое мышление. Например, даем какой-то ответ, забивается телефон, там, я не знаю, на уроке, может, транслировать на экран, ответ нейросети и говорим, насколько правильно ответила нейросеть. То есть, аргументируйте фарты. То есть, мы в этом, скажем так, быстроменяющемся уже мире, да, мы должны вот у студентов, у наших обучающихся воспитывать критическое мышление, информацию. Которого сейчас, к сожалению, не хватает. Во многом это связано вот с последними событиями в стране, вот с, скажем так, с телеграмом, телеграм-каналом и так далее. То есть, критическое мышление это очень важно. Дальше, формирование креативного мышления. То есть, можно креативить в группе со студентами, можно сказать, а что нам подскажет нейросеть? Ну-ка, там, давайте запросы промо-то написали, и, соответственно, нейросеть выдает какие-то интересные идеи, которые можно обсудить со студентами. Дальше, развитие познавательного интереса. То есть, нейросеть, как новый источник знаний, который дополняет поисковые системы и онлайн-словари, например, особенно в языковой подготовке. Кстати, в конце здесь есть файл, слайд дополнительная информация. Там именно для учителей иностранного языка, иностранных языков есть очень полезный материал о том, как использовать соответственно нейросеть, особенно в частности, чатборд GPT. Соответственно, персонализация обучения. То есть, можно создавать индивидуальный образовательный контент, создавать его студентам. Ну, соответственно, языковая поддержка обучения, переводы иноязычного учебного контента, исправление ошибок в переводах и так далее. Вот, как использоваться. Как зарегистрироваться? Вот здесь, отвечая на вопрос Елены, ссылка на полный, скажем так, гайд, инструкцию для регистрации в чате GPT. Естественно, нужно использовать VPN. Какой-нибудь VPN планет, например, что-нибудь такое поставить. И все это прекрасно работает. Но, обращая внимание на следующую ссылочку. Вот я пользуюсь, я сейчас просто боюсь включать экран, потому что у меня это все есть в Телеграме. То есть у меня непосредственно этот вот чат GPT есть в Телеграме. Вот по этой ссылке можете его себе подключить и непосредственно в Телеграме задавать вопросы. И никакие VPN надо подключать. Но у меня создается впечатление, что все-таки вот здесь как бы вот этот вот чат-бот, который в Телеграме работает, он как-то ограничен по информации. То есть если сравнивать чат GPT, который на OpenAI находится на этом домене, он дает больше информации, чем вот в Телеграме. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. И следующий момент. Какие еще есть чаты? Я вот здесь выделил специальный чат, называется Perplexity. Очень, кстати, тоже неплохая нейросеть, которую я недавно тестировал. И очень неплохо генерирует учебный контент. То есть позволяет создавать упражнения, задачи и так далее. Все остальные три сети, они в основном заточены под контент, маркетинговый контент для маркетологов, там для сайтов, для социальных сетей и так далее. Поэтому вот это первое Perplexity обязательно посмотрите. То есть очень тоже интересная нейросеть, которая позволяет создавать в формате статей. Опять-таки полный курс, как этим всем пользоваться, мы на своем курсе рассказываем, поэтому, чтобы с нами связь не потерять, вступайте в группу цифровых педагогов в конце, и, соответственно, мы потом сделаем релиз курса, объявление и запишетесь. Дальше. нейросети для построения изображений. Вот здесь в качестве нейросети я пример привел. Это MidJony, платный MidJony, на основе дискорда сети. То есть надо иметь учетку в дискорде и BlueVillow. Вот это вот BlueVillow, это бесплатный. То есть если здесь мы теперь платим деньги с марта месяца, 23-го года, то это пока бесплатный. Это тестирование нейросети по составлению изображений. И как подключиться? Здесь соответственно вы авторизуетесь сначала в дискорде, а потом заходите на MidJony и щелкаете эту кнопочку season in, то есть вход, и попадаете на страницу оплаты. Но еще раз говорю, для того, чтобы пользоваться, генерить изображения нужно платить. Если вам не жалко средства, пожалуйста, можно это делать. оплатить можно через виртуальные карты и так далее. Соответственно, или найти друга в Казахстане, где-то за рубежом, ближнем за рубежом, который может вам платить этот аккаунт. Потому что, к сожалению, через наши сервисы, карты мира и прочее, на ней не работают. Но следующие моменты... А, да, по поводу MidJony. Перед чем что-то начинать делать, и все-таки если вы проплатили аккаунт, пожалуйста, ознакомьтесь с этими тремя канадами. В первом размещаются различные объявления для разработчиков. Здесь во втором сообщаются о технических проблемах и правилах пользования сервисом. Чтобы вас не забанили, то есть нельзя генерировать картинки определенного типа, поэтому внимательно с этим ознакомьтесь и, соответственно, пользуйтесь. Как создавать? Вот примеры буквально выходные сидел, когда готовился к вебинару. я зашел в Миджоне, здесь есть по этой ссылке полный список команд, как работать. Мы просто в Дискорде заходим в канал Миджоне и, соответственно, вводим slash imagine команду, и я написал на английском языке, то есть надо на английском языке обязательно писать запрос Neural Network Image, то есть рисунок нейросети, картинку нейросети. И вот он мне выдал такой вот самый результат. Такой результат. Идем дальше. Ну и Blue Willow тоже самый бесплатный доступ. Вот здесь вот картинка с моего Дискорда и вот здесь вот я просто через slash imagine написал Smile Cat Улыбающийся код. И вот он вывел такую вот картинку, нарисовал ну не знаю, здесь Улыбающийся код в тему не в тему можете посмотреть. То есть с помощью этих сетей можно генерировать изображение для своих занятий для своих занятий для контента учебного и так далее. Но еще есть два соответственно это RUDEL это русский русифицированный 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 нейросеть от Сбербанка. Можно там буквально очень все просто заходить. Но правда когда я начинал генерировать то есть ну по адресу RUDEL заходите здесь просто видите текст описание картинки. То есть пишите нормальный промт. Кстати для Меджони появился целый появилась другая нейросеть которая формирует промты для нейросети Меджони вот здесь делать описание картинки и соответственно нейросеть вам будет изображением. Все это бесплатно это русифицированный и еще есть такой стейбл diffusion это все два интерфейса которые не надо дискорда никакого ничего это все вы делаете через веб-интерфейс то есть вводите адрес браузер и соответственно рисуете но они пока выступают да кандинский я про него и говорю вот дверь банка хорош кандинский да вот он на рудейле как раз тоже представлен значит так ну вот вот так то есть это на основе веб-интерфейсе дальше какие этические проблемы возникают с применением искусственного интеллекта ну во-первых вот как бы мы если используем уже смешанное обучение элементы дистанционного обучения и так далее вот четыре основных таких раздела да то есть это с применением новых дистанционных образовательных технологий электронного обучения это персонализация адаптивный подход дистанционная технология и предиктивная аналитика то есть подбора соответствующих заданий траектории на основе анализа данных обучения и вот основные этические проблемы которые связаны с этим это конечно же этика поведения искусственного интеллекта относительно людей то есть понятно что это алгоритмы кто-то обучает и не будет ли такой проблемы что какая-то группа людей обучает искусственный интеллект который будет выдавать результаты обучения подбирать образовательную траекторию в угоду этой социальной группы вот возникает такая скажем так дилемма то есть насколько это разработка искусственного интеллекта в образовании алгоритмов будет прозрачно и контролироваться общественным государством дальше проблема обеспечения регулирования прозрачности как раз я говорю искусственный интеллект проблема приватности надежности алгоритмов то есть если как бы сказать человек доверяется то вся информация полностью у человека кстати кто больше всего владеет информацией о нас с вами давайте так три варианта ответа значит социальные сети поисковые браузеры да то есть поисковики поисковики и банки на ваш взгляд кто больше владеет информацией соцсети поисковики банки 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 так Юрий ответил поисковики 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 ну все не будут тратить больше времени банки банки владеют всем они знают на нас все они знают на нас все какой у нас доход кто у нас родственники на что мы тратим о нашем здоровье и так далее то есть банки о нас знают все и кодекс этики подписали значит в 2010-х годах подписали кодекс этики о том что не будет использовать крупные компании российские в том числе и банки не будет использовать это во вред а во благо и поэтому проблема приватности и надежности данных и алгоритмов потому что если эта информация к этому банку данных включается какой-то алгоритм то это очень важно потому что ну фактически полностью всю нашу у нас карточку личности можно составить наших интересах наших связях наших знакомых и так далее ну и конечно же предубежденность в выборе алгоритма потому что все-таки опять-таки мы учим мы выбираем мы обучаем есть два варианта много вариантов обучения популярные такие назову что обучение искусственного интеллекта с учителем и обучение с подкреплением когда закладывается алгоритм когда он получает вот как чат-гпт он получает ответ от нас вернее наш ответ на его ответ на наш запрос и соответственно корректирует поисковый алгоритм то же самое и здесь получается или с учителем когда мы его как бы ведем за ручку и говорим вот это вот это вот это правильно то есть определенная группа людей будут учить этот искусственный интеллект поэтому главное избежать предубежденности выбора соответствующего алгоритма это одна из основных этических проблем резюмируя все это мы что можем сказать мы должны осознать наступление новой реальности использовать искусственный интеллект на благо учебного процесса пока что у большинства не рестей отсутствует технология knowledge graph которые поэтому поисковые запросы могут быть неточными и здесь пока еще человека не заменить поэтому доверяться полностью чат-ботам не надо обязательно проводить верификацию данных особенно библиографических данных если вы запрашиваете нейросети ограничены временным интервалом обучения то есть знания могут отставать как с чатом GPT например во многих точных науках пока чат-боты ошибаются и могут ошибаться обсуждениях и делать неправильные выводы поэтому здесь как раз необходимо и воспитывать критическое мышление что может искусственный интеллект что может нейросети могут генерировать идеи учебный контент неплохо переводить исправить ошибки в тексте представлять отчеты по анализу данных создавать интересные изображения не только изображения но работать и с аудиоконтентом и видеоконтентом ну вот та группа цифровый педагог которую я вас приглашаю членство абсолютно бесплатное очень интересная идея которая появляется буквально я пару недель назад опубликовал интересный контент по поводу искусственного интеллекта то есть я сам занимаюсь сам учусь соответственно я делюсь с коллегами значит и как бы ищу единомышленников кому это интересно хотите вступайте соответственно в группу цифровой педагог так ну давайте сейчас еще раз посмотрим да еще есть такой курс применение КТ современных и современных цифровых сервисов работе педагогом в условиях реализации цифровой трансформации образования которые реализуются в Уфимском университете науки и технологий я один из основных авторов этого курса если есть желание есть описание приходите смотрите курс недорогой стоит порядка там рублей выдается удостоверение повышение квалификации 72 часа и заносится в систему физфордом то есть если интересно и вы хотите дальше учиться каким-то интересным вещам вот контакт для взаимодействия вот здесь контакты вот группа цифровых педагог записывайтесь ну то есть и не потеряйте со мной ну кстати контакты есть на первой странице там email адрес можете написать и так далее и так далее я перенаправлю специалистов ссылки на используемые ресурсы посмотрите пожалуйста и дополнительный материал здесь я тоже вот обещал преподаватель иностранных языков и как правильно создавать промпты это целая наука здесь тоже можете посмотреть промпты для чата как формировать поисковые запросы ну теперь ответы на вопросы да так может быть в разделах вопросы есть так нужна видеолекция на полтора часа какие нейросети и так какие могут быть использованы но я привел примеры можете попробовать но опять-таки там что-то бесплатно но в основном конечно же на полтора часа это уже ну как бы сказать платный аккаунт так запись вебинара будет способствует использованию искусственного интеллекта развитию критического мышления следа то как ответил на этот вопрос Анна привел пример так так видимо вы не смотрели вот это вот это ну не знаю скопирую посмотрю интересно что вы там говорите что о чем там спасибо за ссылку посмотрим Ольга 1300 по-моему стоит курс напишите я перенаправляю специалисту вам с вами свяжется Наталья хочу освоить программу где бы вместо моего изображения на видео было анимационное изображение другого персонажа например мультипликационное вот я ссылки к вам привел такой курс мы готовим сейчас как раз с этими со всеми примерами мы будем релиз предполагать если это вторая поинапуст если что переключаясь на чат так слайд повторить для педагогов иностранного языка пожалуйста вот возможно чат для иностранных языков так я еще посмотрю сейчас какие вопросы да я скину Наталья вот эту вот презентацию тоже в цифровой педагог и ссылку на наш вебинар Светлана есть ли в России организация которая занимается разработкой обучения обучающих программ репетиторов для обучающихся да есть но к сожалению я сейчас не смогу вспомнить да есть такие программы которые занимаются организация IT компания которая занимается я посмотрю если напомню если вступаете в группу задайте вопрос я скину недавно я с этим сталкивался делал небольшой обзор так тоже для себя запишу клип дроп да клип дроп дроп точка к алина спасибо за ссылочку ну вроде бы все вопросы я ответил коллеги спасибо что за внимание и спасибо за такие приятные отзывы хорошие положительные я рад что информация для вас полезна вам это пригодится и ну конечно же надеюсь что мы не прощаемся с вами есть о чем поговорить еще возможно на следующей серии вебинаров для поддержки со мной связи используйте группу цифровой педагог вступайте какие-то интересные моменты я там об этом рассказываю очень рад всегда с вами работать очень интересно приятно спасибо огромное но на это наверное буду я с вами прощаться спасибо